Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! В 2019-м компания наконец анонсировала полноценный сольный сериал о лунном рыцаре, который должен будет выйти уже в следующем году. Но кто вообще такой этот Марк Спектр? Кто сыграет в сериале? И как в нем может появиться Блэйд? Разбором всех подробностей мы займемся в ближайшие пару минут. Кстати, а как вы считаете, кто из персонажей комиксов Марвел тоже заслуживает свой собственный сольный фильм или сериал? Обязательно напишите об этом в комментариях, ну а мы погнали! Начнем по традиции издалека, поскольку комиксной истории персонажа в скором времени исполнится полвека. Но, как и в случае с львиной долей супергероев, его арка не раз перезапускалась, поэтому мы будем говорить об устоявшейся биографии героя. Марк Спектр родился в семье Равина, поэтому еврейская составляющая будет одной из главных в сериале. Папаня нашего героя был миролюбивым иудеем, а вот его сынуля всерьез фанател от бокса. Насилие стало яблоком раздора между ними, и Марк покинул родной дом, отправившись на службу в армию, где из него сделали настоящую машину для убийств. В конечном итоге парнишка подался в наемники и зарабатывал тем, что работал на тех, кто платил больше за его высококвалифицированные услуги. История его превращения в лунного рыцаря несколько раз менялась. Но если говорить про наиболее каноничную, то в какой-то момент своей наемнической карьеры Марк работал на безумного африканского террориста Арауля Бушмана. Вместе они решили напасть на одну археологическую экспедицию в Египте, дабы разжиться древними ценностями, которые можно было бы сбыть за очень большие деньги. В 21-м картина обоих киновселенных начинает складываться отчетливо. Есть, откровенно говоря, проходные кинокомиксы, а есть настоящие бриллианты в виде Снайдер-ката. Аналогичная картина царит и в целом в Голливуде – взять ту же Дюну от Дэнни Вильнёва. Режиссёр решил взяться за по-настоящему невыполнимую задачу и попробовать экранизировать работы Фрэнка Герберта, при том, что до этого многие предшественники Вильнёва терпели лишнюю удачу на этом поле боя. Но не в этот раз. Дюна шикарно показала себя в американском домашнем прокате и на HBO Max, а заодно получила зелёный свет на сиквел. Оно и неудивительно, ведь у мира Герберта миллионы фанатов по всему миру. А Вильнёв смог принести в эту вселенную ещё и свой авторский подход с музыкой от маэстро Циммера. Кстати, за операторскую работу в ленте отвечал Грег Фрейзер, который после поработал над Бэтменом Мэтта Ривза. На днях состоялась премьера Дюны в российских онлайн-кинотеатрах, поэтому если вы всё ещё не успели посмотреть этот шедевр, или наоборот хотите освежить воспоминания, скорее переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь песчаным эпосом с какао прямо у себя дома. Нападение прошло далеко не по плану. Спектр поссорился с Раулем, и тот избил своего напарника до полусмерти и оставил в пустыне умирать. Тело Марка нашли члены той самой экспедиции, которые, как оказалось, верили в египетского бога Хонсу и поклонялись ему в храме, который и собирались ограбить наёмники. Еле живого Марка отнесли в храм, где буквально перед самой статуей бога Луны сердце героя остановилось. Однако на самом деле Хонсу явился в видении душе Марка, предлагая дать ему вторую жизнь и новые силы, если он станет его аватаром на Земле и будет служить ему. Приняв его предложение, Марк очнулся, оправился, надел на себя серебряный саван, которым была окинута статуя Хонсу, и снова сразился с Бушманом, естественно победив его. Вернувшись в США, Спектр решил бороться с преступниками и создал скрывающее лицо серебряный костюм на основе серебряного савана Хонсу и стал лунным рыцарем. А для того, чтобы не просто гонять шпану на улицах, а искать самых отъявленных преступников, Марк принял довольно интересное решение. Он придумал два новых образа для себя, которые должны были помочь ему жить сразу несколькими разными жизнями, тем самым искать злодеев. Одним из них был миллионер Стивен Грант, обладающий роскошным особняком, роль которого Марк мог легко играть, потому что за время работы наемником заработал целое состояние. Вторым альтер-эго стал простой таксист Джейк Локли, образ которого он использовал для того, чтобы собирать информацию об уличном криминалитете. И в итоге жизнь на три стороны свела Марка с ума, развив в его голове диссоциативное расстройство личности, тем самым парень начал всерьез иметь три разные личности, что является ключевой особенностью супергероя. И в сериале перед нами действительно будут три разных персонажа, поэтому сами можете представить, насколько тяжело пришлось Оскару Айзеку. Что касается сверхспособностей, то тут перед нами целый букет разнообразных фишек. Будучи первоклассным боксером и наемником, Марк в совершенстве овладел приемами всех западных и восточных боевых искусств, приобрел высочайшую точность стрельбы, обучился обращению с любыми видами холодного и огнестрельного оружия, овладел навыками вождения любых транспортных средств, а также приобрел большие познания в области детективной работы и пыток, применяемых для выбивания показаний из допрашиваемых. В связи с чем персонажи частенько так сравнивают с Бэтменом, что на самом деле довольно близко к правде. После встречи с богом Хонсу, лунный рыцарь стал сверхчеловеком, силы которого зависели от Луны. Ночью в полнолуние его сила существенно возрастала, делая его мощнее десяти сильных мужчин, бонусом шла сверхскорость, выносливость, ловкость. Однако с наступлением утра эти способности исчезали. В лунном свете спектр даже обладал астральным зрением, позволяющим ему видеть духов, видел почти в полной темноте так же хорошо, как и при дневном свете, приобретал способность прятаться так, что становился почти невидим. А в какой-то момент в комиксах лунный рыцарь и вовсе обзавелся адамантиевым костюмчиком, что даже может быть экранизировано, учитывая готовящийся рекаст мутантов. С историей персонажа мы ознакомились, поэтому плавно переходим к самому сериалу. В октябре прошлого года главное режиссерское кресло занял Мохаммед Диаб, выбор которого был очевиден в связи с его египетским происхождением и особенной любовью парня к чисто египетским историям. Кстати, Диаб уже заявил, что сериал будет жестким, серьезным и на большие темы, как и многие из его фильмов. Ключевая роль в проекте досталась Оскару Айзеку, который точно известен вам по персонажу Боди Мирона из новой трилогии «Звездных войн». А из недавнего Айзек исполнил роль герцога Лета от Рейдиса в «Дюне» от Дэнни Вильнёва. Компанию ему должен составить Итан Хоук, о персонаже которого пока что ничего не известно, и Мэй Коломави. Хоук тоже один из мастодонтов киноиндустрии и может быть известен вам по «Синистру» или той же «Великолепной Семёрке». К сожалению, о сюжете сериала известно пока абсолютно ничего, но, скорее всего, подробности подоспеют на ближайшей панели Дисней, которая состоится уже 12 ноября, так что не забывайте следить за новостями. Вдобавок ко всему, не так давно в сети появились инсайдерские сливы сюжетных подробностей сериала, которые могут по-настоящему сделать его самым ожидаемым стриминг проектом Марвел. По слухам, в сериале состоится первое появление Блэйда в исполнении оскароносного Махершалы Али. Роль главного злодея отойдет Дракуле, которого как раз-таки и должен сыграть Итан Хоук. Также инсайдеры пророчат появление в сериале одного из членов Доры Милаш по имени Айо. Плюс ко всему, источник слива рассказал, что в сериале появится тот самый бог Хонсу, которого, в свою очередь, должен сыграть очень известный египетский актер. Что касается последнего, то появление Хонсу – это вполне себе очевидный ход, который не нуждается в представлении. Кто может сыграть его? В целом, Рами Малек, актер египетского происхождения, на волне известности и популярности, вполне себе мог бы заглянуть в Марвел. У 40-летнего парня в активе уже есть Оскар, он известен по «Мистеру Роботу» богемской рапсодии, а недавний Бонд в очередной раз доказал, что Малек умеет играть. Но может ли Блэйд появиться так рано в сериале, при том, что съемки его собственного фильма еще даже не стартовали? Киновселенная, которая теперь уже и «Сериаловселенная» – это одно единое целое. Дебют Валентины де Фонтейн в «Соколе и Зимнем солдате» плавно перерос в появление в «Черной вдове», а Канг из Локи станет главным противником «Мстителей» на ближайшие несколько лет. Теперь это единая вселенная, и знакомые персонажи однозначно будут появляться в соседних проектах. Тем более, учитывая то, что в Марвел любят адаптировать свежие истории из комиксов. И как раз в недавнем комиксе о «Лунном рыцаре» рассказывается довольно любопытная правда о вампирах. Как оказалось, кровососы были чуть ли не личным врагом бога Хонсу, поскольку они убивали тех, кто передвигался ночью. Ну, то есть под светом луны. А это на минуточку территория Хонсу. Конечно, даже в этой арке персонаж Марка Спектра был непростым дуболомом и на самом деле пошел против своего создателя, став защитником вампиров. Но когда вообще Марвел со стопроцентной точностью адаптировала комиксы? Почти вся киновселенная стоит на свеженьких выпусках со своими изменениями, поэтому в сериале нам действительно могут показать союз ночного бродяги и лунного рыцаря. А приплести сюда Дракулу вообще ничего не стоит, учитывая послетитровую сцену сиквела Венома, ребята вовсю пытаются создать единую вселенную, лишь мельком пока что объединяя своих героев. Но то ли дело симбиоты и паучки. И совсем другое, если речь о Морбиусе и вампирах. Марвел 200 лет назад анонсировала Блэйда, который пока что может спокойненько появиться на экране с любым из персонажей КВМ, но в комиксах персонаж был неразрывно связан с Морбиусом. Так что и эти фильмы надо бы уже постепенно связывать. Кстати, еще в 2006 году вышел сериал, продолживший историю Блэйда после Троицы. К сожалению, Уэсли Снайпса на экране там вы не увидите, поскольку актер уже в то время был еще той занозой в заднице. Шоу было крайне непопулярным и было закрыто сразу же после первого сезона. Только вот у создателей проекта были грандиозные планы на продолжение. Во втором сезоне сериала про Блэйда планировалось представить Марка Спектра с последующим появлением его персонального спин-оффа, но оригинальный сериал изжил себя быстрее, чем на это рассчитывали. Поэтому все наработки быстро отправились в корзину. Ну или что-то из них все-таки ляжет в основу нового сериала о Лунном Рыцаре в уже обновленной киновселенной Марвел. Таким образом, перед нами проект с уникальным и качественным актерским составом неповторимой сюжетной предыстории героя, а еще возможность кроссовера с несколькими культовыми комиксными персонажами. Да, Лунный Рыцарь уже выглядит интереснее, чем половина анонсированных сериалов в виде той же Мисс Марвел. Так что давайте вместе ждать ноябрьскую презентацию Дисней, где нам обязательно расскажут кучу свежих подробностей о сольнике Марка Спектра. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok